Сегодня дебат в выпусков Исторического факультета БГУ проводит открытую игру для всех желающих и обещает наглядно показать, что для себя представляет форматность дебатов. Сегодня баталии разыгрались между командой ССКО Исторического факультета БГУ и Минской лигой дебатов, участники которой привели показательную игру и поделились с нами своими комментариями. Я очень не знаю, что ждать. Все же садят дебаты, потому что дебаты тоже не знают, что ждать. Мы тут первый раз, я вообще... Шаргейку позвонились. Вот, мы знаем тему, это уже плюс, и мы надеемся увидеть, как работает вот этот клуб на базе. Исторического факультета мы никогда раньше не пересекались, мы знаем, что мы есть, но это наше первое такое знакомство, так что вот видим, как это будет. Если раньше Исторический факультет славился своей лигой дебатов, в последнее время популярность такого вида ораторского искусства стремительно падала. И вот несколько лет назад у дебат-клуба ССКО начался новый этап возрождения. В основном, это, конечно, и наши первокурсники. Мы, конечно, приглашали еще ребят из других факультетов, там и второкурсники, и первокурсники, и даже пригласили игроков опытных для показательной игры из Минской лиги дебатов. Это тоже очень серьезно, чтобы они, так сказать, показали класс. Вариаций парламентских дебатов существует огромное множество. Самые распространенные – британская и американская. Участвуют две команды. Каждая состоит из нескольких, обычно от 4 до 8 человек. По жеребьевке каждому участнику достоится роль, которую ему необходимо исполнять, и позиция, которую необходимо отстаивать. В ходе дебатов судья, основываясь на простом критерии, какая сторона лучше утверждала свои аргументы и отвечала на аргументы оппонентов, высчитывает количество отбитых и неотбитых аргументов команд и в конце выдает вертикт, учитывая также мнение зрителей. И вот дебаты подходят к концу. Соперники пожимают друг другу руки и остаются обсудить итоги дебатов уже в спокойной атмосфере. Нередки случаи, когда участникам дебатов во время прений приходится отстаивать позицию, которой они на самом деле вовсе не придерживаются. Ну, ребят, вы и правда в той полиции приветствуетесь, которую вы сейчас не подстаиваете на дебатах? Вы знаете, будучи юношей в 20-летнем возрасте, оканчивая ВУЗ, я не очень любимую позицию. Ну, то есть это, правда, препятствует нам дальнейшему учению и работе. То есть, вот одна власть. Бондаренко Екатерина, Настасья Хрешанович, Студенческое телевидение БГУ, Исторический факультет.